МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Евгений Александрович Пелевин. Здравствуйте. Здравствуйте. Как на сегодня представлена рыбохозяйственная отрасль на полуострове и особенность ее развития за время пребывания в Российской Федерации? Значит, на сегодняшний день я с уверенностью могу констатировать тот факт, что рыбная отрасль уверенно стоит на ногах, развивается, ну и, конечно же, наращивает объемы производства. Значит, рыбная отрасль сегодня представлена 149 рыбодобывающими предприятиями. Кроме того, прежде всего, хотелось бы сказать, что уже сегодня весь рыбодобывающий флот, который осуществлял добычу водных биологических ресурсов до момента вхождения Крымского полуострова в состав Российской Федерации, перерегистрировался и продолжает осуществлять добычу сегодня. Все ранее существовавшие предприятия, а их было 89, перерегистрировались и также продолжают осуществлять добычу. То есть на сегодняшний день существует уже, осуществляют добычу, 149 рыбодобывающих предприятий из 89 ранее существовавших. То есть мы видим сегодня увеличение субъектов хозяйствования, которые осуществляют добычу водных биологических ресурсов. То есть нельзя не отметить положительную тенденцию даже в данном случае в развитии рыбохозяйственного комплекса. Большой промежуток времени проделана уже колоссальная работа. Какие промысловые виды дает Азова Черноморская акватория и какие из них ценные и на сегодня нуждаются в особом внимании? Значит, на сегодняшний день крымскими рыбаками, то есть Крымского федерального округа, осуществляется добыча таких видов водных биологических ресурсов, как шпрот черноморский, хамса. Кстати, сегодня идет активная добыча черноморского шпрота и уже добыто 15,5 тысяч тонн данного вида водного биологического ресурса. Если анализировать с данным периодом прошлого года, то это практически в два раза выше. То есть сегодня добыча шпрота у нас значительно увеличилась. Значит, рыба в Черном море и есть. Да, рыба не то, что есть. На сегодняшний день мы даже увеличили рекомендованный объем и добычу шпрота на 10 тысяч тонн. То есть сегодня рекомендованный объем к добыче в акватории Черного моря его составляет 35 тысяч тонн. Сегодня активно идет добыча. Ну, хочу прежде всего сказать, что доля рыбаков Крымского федерального округа в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне составляет практически 60%. То есть наши рыбаки активно вписались в рыбную добычу в Азово-Черноморском бассейне и показывают довольно высокие результаты по добыче. Кроме того, у нас сегодня идет добыча кефалевых. Правда, с 20 августа по 10 сентября запрет на промысловую добычу ее. Но это касается акватории Каркиницкого залива Черного моря. В данный период как раз у нас там идет добыча кефалевых с использованием так называемых кефалевых подъемных заводов. Это очень интересная практика. И данный вид рыболовства показывает неплохие результаты. Остальные 40% кто составляет? Это иные субъекты, которые входят в состав Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна. Это и Краснодарский край, и Ростовская область. То есть мы должны понимать, что наши рыбодобывающие предприятия ведут добычу как в Азовском, так и в Черном море. И на сегодняшний день уже мы выдали первые 17 разрешений на добычу водных биологических ресурсов во внутренних водных объектах Республики Крым. То есть сегодня у нас идет уже добыча, первые 4 тонны добытой личинок хирономиды во внутренних водных объектах Республики Крым. Какая доля экспорта в этом сегменте и что у нас с рынками сбыта? Значит, на сегодняшний день у нас уже, слава Богу, мы решили все совместными усилиями с ассоциациями, с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, с помощью руководства субъектов Крыма и Севастополя. Ну и, конечно же, не без усилий Федерального агентства по рыболовству. Значит, наша продукция поставляется сегодня на материковую часть Российской Федерации. Вот я вернусь к 15,5 тысяч тонн. Сегодня этот шпрот практически весь поставляется на материковую часть Российской Федерации. Из данного продукта изготавливаются консервы и пресервы. То есть вся продукция поставляется на материковую часть, но и соседает на внутреннем рынке. Такие виды, допустим, водных биологических ресурсов, как камбала, калкан, барабуля, ставрида, луфарь черноморский, сарган, кефалевые. Эти виды водных биологических ресурсов у нас потребляются на территории Крымского Федерального округа. А основные объекты добычи – хамса, тюлька, бычок, шпрот. Конечно, они поставляются на рыбоперерабатывающие предприятия и консервные заводы Крымского Федерального округа. Ну и остатки, даже большая доля, не могу так сказать, что остатки, а большая доля этой продукции поставляется на материковую часть. Кроме того, рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия материковой части Российской Федерации отмечают высокое качество рыбопродукции, производимой предприятиями Крымского Федерального округа. А как обстоит вопрос с лицензиями для рыболовецких хозяйств? Все ли получили? Значит, все предприятия, которые к нам обращались, они получили разрешение на добычу водных биологических ресурсов. Я хочу подчеркнуть, что процедура получения разрешительных документов на добычу водных биологических ресурсов очень простая. То есть, сперва необходимо зарегистрироваться в соответствии с законодательством Российской Федерации как субъекту хозяйствования, субъекту предпринимательства. Отпала необходимость получения лицензии на вид деятельности, отпала необходимость квотирования. То есть, мы сегодня осуществляем добычу на основании договоров пользования водными биологическими ресурсами, общедопустимый улов которых не устанавливается. На сегодняшний день мы выдали 433 разрешения на добычу водных биологических ресурсов 149 рыбодобывающим предприятиям. Это по Крымскому Федеральному округу? Это по Крымскому Федеральному округу. А что у нас в городе, какие предприятия функционируют? Значит, у нас предприятия, кроме того, хочу сказать, что основная доля добычи водных биологических ресурсов в Крымском Федеральном округе, конечно, ложится на севастопольские предприятия. У нас очень сильные и развивающиеся, как мы видим на сегодняшний день, предприятия рыбодобывающие. Это и Golden Fish, это и Морской колокол, это и Dinners. Это рыбодобывающие предприятия, которые вносят весомый вклад сегодня в развитие рыбной отрасли, вообще Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, ну и, конечно же, Российской Федерации. Кстати, сегодня Азово-Черноморский бассейн не без помощи, конечно, крымских рыбодобывающих предприятий вышел на третье место в Российской Федерации по объемам добытых водных биологических ресурсов. Мы уступаем всего лишь Дальнему Востоку и Северному бассейну на третьем месте мы. И это за такой короткий срок? Это за такой короткий срок, да. А что с Атлантикой у нас? Ну, вы имеете в виду ранее существовавшие предприятия. Ну, я хочу сказать, что в планах руководства отрасли, конечно, стоит развитие, ведение океанического промысла и возрождение рыбодобывающих, ранее существовавших рыбодобывающих предприятий Севастополя. Евгений Александрович, у нас есть звонок в студию, давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений Александрович. Говорите. Алло. Говорите, мы вас слушаем. Хотелось бы поблагодарить Росрыболовство. Спасибо большое. В решении проблемы в области рыболовства, а также за организацию беспребойных... И хотелось бы задать вопрос. Будут увеличены объемы на вылов барабуль на море? Спасибо за вопрос. Значит, кстати, что касается барабули. Сегодня рыбодобывающие предприятия Севастополя и Республики Крым показали положительную тенденцию по увеличению объемов добычи барабули. То есть сегодня уже рыбодобывающим предприятиям Крымского федерального округа добыто 189 тонн. Это только за весеннюю путину. Ну и, конечно, они надеются на осеннюю путину. И мы уже сегодня провели ученые заседания ученого совета. Это и Югниронаш, и Азнирх, научно-исследовательские институты рыбохозяйственные наши. И мы уже подготовили обоснование к увеличению рекомендованных объемов добычи барабули в акватории Черного моря на 189 тонн. То есть крымские рыбаки могут спокойно готовиться к осенней путини. И я надеюсь, что они покажут колоссальные результаты в этом году по добыче данного объекта промысла. А как обстоят дела у нас с запасами ресурсов? Значит, на сегодняшний день наши рыбохозяйственные институты, это Азнир, повторюсь, и Югниро, осуществляют активную научно-исследовательскую деятельность, как и в Азовском, так и в Черном море. Кроме того, во внутренних водных объектах Республики Крым. Значит, запасы оцениваются положительно. Мы это видим по объемам добычи, по съемкам научным. Если мы на сегодняшний день можем увеличивать рекомендованные объемы добычи, значит, это говорит о положительной тенденции к увеличению запасов водных биологических ресурсов. Какие же правила вылова рыбы действуют на сегодня? Что изменилось в связи с переходом в российское правовое поле и что запрещено на сегодня, а что нет? Значит, хочу отметить, что на сегодняшний день действуют правила рыболовства для Азова-Черноморского рыбохозяйственного бассейна. Они регулируют и регламентируют добычу ведения промышленного и прибрежного рыболовства в морских акваториях, промышленного рыболовства во внутренних водных объектах, и также осуществление любительского и спортивного рыболовства. Значит, хочу отметить, что 14 июля вступили в силу изменения в правила рыболовства для Азова-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, которые позволяют осуществлять крымским рыбакам добычу водных биологических ресурсов так, как они это привыкли исторически делать. То есть, при подготовке этих изменений были учтены все пожелания ассоциаций рыбопромышленников, и мы не нарушили тот исторический принцип, который существовал у них до момента вхождения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Кроме того, мы открыли перспективы в правилах рыболовства добычи таких видов, как кефалевых. На сегодняшний день уже разрешен сетной лов кефалевых, что рыбаки крымские до момента вхождения в состав Российской Федерации не имели возможности осуществлять добычу сетями кефалевых. Мы организовали и прописали в правилах рыболовства добычу даже медуз. Это перспективное направление. Есть уже у нас рыбодобывающие предприятия, которые хотят добывать медуз, перерабатывать их и осуществлять поставку на материковую часть Российской Федерации. То есть, даже определили рекомендованные объемы мы совместно с научно-исследовательскими институтами. Поэтому мы ничего не нарушили. Сохранили весь исторический принцип ведения рыболовства в акваториях, прилегающих к Крымскому полуострову. Как обстоят дела с любительским и спортивным рыболовством? То же самое касается и любительского и спортивного рыболовства. Сейчас мы активно взаимодействуем с Ассоциацией Крымского федерального округа подводных охотников. На середину сентября планируется заседание Азово-Черноморского научно-промышленного совета, на котором мы будем при поддержке тоже нас, подводные охотники будут предлагать внести соответствующие изменения в правила рыболовства, в части ошеления любительского и спортивного рыболовства. Но я хочу сказать, что мы и этот принцип ошеления сохранили, ничего не меняя. То есть, чтобы рыболовы-любители полуострова не почувствовали никаких изменений и осуществляли любительский лов рыбы привычным для них способом. И опять же вопрос касается объемов. Где вот эта грань, которая отличает любителей от, скажем так, коммерсантов? Значит, мы устанавливаем рекомендованные объемы для добычи водных биологических ресурсов для ведения промышленного и прибрежного рыболовства. То есть, это касается субъектов хозяйствования. Что касается любительского и спортивного рыболовства, то на сегодняшний день норм вылова для рыболового-любителей нет. Существует только размерный ряд, ну, размерный ряд водных биологического ресурса, который можно изъять из природной среды обитания. Ну и, конечно же, прилов процента молоди. Это, конечно же, запрещено добычу объектов Красной книги, как субъекта, так и Российской Федерации. Ну, а что касается на сегодняшний день, если сказать, то сегодня действует запрет с 20 августа, кстати, он начался по 10 сентября, продлится на шление любительского и спортивного рыболовства в отношении кефалевых. А так, пожалуйста, сегодня внутренние водные объекты Крымского федерального округа открыты, можно спокойно осуществлять на них рыболовство. Ну и, конечно же, в акваториях Азовского и Черного моря, пожалуйста, рыболов-любитель, взяв удочку, спокойно может осуществлять добычу. Без опаски. Ну что же, время нашей передачи «Истекло». Благодарю за то, что пришли к нам в студию, поделились актуальной информацией для города и региона в целом. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Эфир жителей канала продолжается. Впереди много важных и занимательных тем. Не пропустите. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова